Такой у меня вопрос относительно недвижимости. Вот мы там декларативные какие-то вещи сегодня обсуждали на пленарном заседании. Хотелось бы вот сейчас большую конкретику перейти. Достаточно давно и за последние 7 лет власть поменялась, здесь президентом поменялся, третий президент. И все декларируют на самом разном уровне. До российского президента и межправительственной комиссии эти вопросы поднимались относительно продажи недвижимости иностранцам. Какова все-таки позиция руководства Абхазии сейчас? Ну то есть вот в той политической ситуации, неважно, повторюсь, хотелось бы немножко над этим подняться. Будет ли этот закон приниматься? Если будет, то когда, в каком виде, какое у вас к этому отношение? Потому что без этого инвестиционный климат, ну глобально, да, если не брать конкретные проекты, достаточно сложно будет реализовывать. Я так понимаю, это вопрос ко мне, да? Да, конечно. Это на самом деле, Никита Олегович, очень актуальный вопрос и вопрос такой на злобу дня. Но я вам еще раз хочу сказать, вопрос продажи недвижимости, это вопрос для нас, для Абхазов, да, очень серьезный с точки зрения ментального осознания этого вопроса. Здесь нельзя руководствоваться только экономическими категориями, понимаете? Я понимаю, когда вы занимаетесь там как эксперт вопросами экономики, экономические вопросы, они как бы у вас в первую очередь возникают, и правильно, это вы профессионал, эксперт. Но у нас небольшое общество, все-таки эти вопросы для нас, они еще пока болезненны. Почему? Объясню. Потому что Абхазия, она не так давно пережила войну, а война, в принципе, она началась, на мой взгляд, я немного молод, и тогда был еще ребенком, но я свое могу восприятие как гражданин, а не как сейчас представитель власти. На тот период, когда началась война, в Абхазии проживало 570, по-моему, свыше 500 тысяч человек. Из них, Абхазов, это тот этнос, который ведет эту страну тысячелетия, было меньшинство. И это меньшинство в какой-то момент тому большинству стало казаться, что с этим меньшинством можно вообще не считаться. И вообще не ставить никак их ни в какие. Я вам хочу рассказать из опыта конкретных жизней, историй моего там дедушки и того. Вы знаете, элементарно доступ к высшему образованию был закрыт. Перемещение внутри страны, я имею в виду сейчас регистрация, прописка и так далее. Это была целенаправленная политика, я понимаю. Но все это, в моем понимании, сложилось из-за того, что мы здесь на своей земле были в меньшинстве. Теперь говорим о продаже недвижимости. Если расценивать недвижимость как товарную единицу, учитывая покупательную способность нашего внутреннего населения, она довольно низкая в силу ряда объективных обстоятельств, открывать бесконтрольно, без каких-либо ограничений доступ других граждан к приобретению здесь недвижимости, мы себе позволить не можем. Вопрос необходимо двигать, я согласен. Совсем отказываться от того, чтобы продавать недвижимость, никто не говорит. Но для того, чтобы выйти к этому, нам необходимо проделать очень-очень много-много разных этапов пройти. У нас, к сожалению, нет ни кадастра, пока работа идет. В части учета вообще этой недвижимости большие проблемы, понимаете? У нас пока с зонированием определенные есть сложности. Пока мы все это не отрегулируем, понимаете, в этих условиях открывать эти шлюзы, опять же, у нас есть ментальное и исторически обоснованное опасение. То есть вы хотите сказать, что это политическое решение? Совершенно верно. Я считаю, что здесь экономики... Как раз это тот редкий случай, где экономики меньше, чем политики. Я правильно понимаю, что можно сейчас воспринимать эти заявления, как некое политическое заявление, что это преждевременно? Преждевременно политическое заявление? Преждевременно ставить вопрос об продаже... Нет, Никита Олегович, я такое не сказал. Я могу повторить для того, чтобы вы еще раз это услышали. Я сказал, что эти вопросы актуальны, их надо понимать. Может быть, России стоит подключиться к какой-то совместной работе, чтобы подтолкнуть эту ситуацию? Какие-то межведомственные рабочие группы, поставить вопрос на межправительственные комиссии в самое ближайшее время, подключить российских экспертов по этому поводу. Мы не заинтересованы размывать эту ситуацию и допускать сюда иностранцев, иных, кроме как россиян, и иных, кроме как которые хотят содействовать в развитии экономики Абхазии. Я хочу вам сказать, Никита Олегович, когда мы говорим россияне, большое уважение, я сам гражданин Российской Федерации, но вы не забывайте, что есть большое количество граждан Российской Федерации, грузинской национальности, которые в период войны отсюда вынуждены были эмигрировать туда. И как мы можем прописать в своем законодательстве, что вот ты там по национальности такой, имеешь право. И в том числе те люди, которые принимали активное участие в войне против нас, убивали нас. Смотрите. Это первое. Секундочку. Второе. И вести параллель продажи частной недвижимости. Ведь речь же идет о частной недвижимости, правильно? О квартирах, о домах. И говорить о том, что это является таким существенным ограничением для того, чтобы пошли инвестиционные процессы, я не вижу. Почему? Потому что для того, чтобы заниматься бизнесом в Абхазии, любое юридическое лицо, зарегистрированное в Абхазии, пускай оно будет со стопроцентным иностранным капиталом, имеет возможность, право приобретать недвижимость. И это будет частная собственность в коммерческих целях. То есть здесь никаких нет ограничений. И речь идет только о приобретении жилья для того, чтобы как бы частное жилье. Да, вот это. Вот еще тут депутат Павламики. Сейчас я прокомментирую только. Единственное, я хотел бы сказать, что президент ставил вопрос, что это необходимо поднимать этот вопрос, в том числе в части разработки нормативной базы по этому поводу. Видимо, политики в его словах было меньше, либо наоборот больше. Поэтому давайте поступим следующим образом. Вопрос действительно больной, он несколько осложняет. Я не вижу в этом вопросе ничего такого. Со стороны России есть такие вопросы, поэтому... Если вы готовы говорить за всю Россию, тогда я соглашусь. Но я тоже бываю в России очень часто. И вопрос этот не является препятствием. Спасибо. Спасибо.